Музыка Фонарин Игорь Николаевич, профессор, но я все-таки начну с позитива. Вот мой хороший товарищ Евгений Анатольевич Дербин так сказал, я с ним во многом согласен, но с другой стороны все-таки не все так трагично. Ну вот пример по цветным революциям, что мы не можем противодействовать им. Я могу сказать, что я был в Ереване в феврале, и 18 февраля госпожа Нулан та самая, и не одна, там был большой десант, они прилетели для того, чтобы в Армении совершить, собственно говоря, цветную революцию. Но 20 февраля был назначен митинг оппозиции, ну со всеми, собственно говоря, атрибутами. И тем не менее удалось, это как бы факт, удалось, несмотря на то, что перед этим проводился цикл, в том числе диверсионных, с моей точки зрения, мероприятий, удалось заблокировать Таджикистан. Буквально вот уже полгода примерно назад, причем, так сказать, достаточно эффективно и так далее. Поэтому все-таки, ну не все так трагично. Потом я хотел вторую долю оптимизма, прежде чем прийти к идеологии, внести все-таки по стратегическим вопросам. На украинском направлении стратегический проигрыш, и необходимо разобраться, кто его допустил. Но на центрально-азиатском направлении я хотел обратить внимание, что нам удалось в 2013 году, вот сегодня международная конференция, да, проходит, как вы говорили, Минобороны, но там главная задача была угроза с территории Афганистана в 2014 году. Удалось нам ее минимизировать. Она не решена, безусловно, но сейчас 2015 год, вот я был неделю назад в Таджикистане, и, собственно говоря, ситуация, по крайней мере, на каком-то относительном уровне стабильности, хотя угроза с территории Афганистана, собственно говоря, безусловно, присутствует. И главное, нам удалось ликвидировать базу МАНАСС в Киргизии, мощнейший центр, причем удалось ликвидировать политико-дипломатическими средствами. Это, обращаю внимание, первый за всю историю, факт, когда военная база США ликвидирована не по решению правительства США, вопреки, они не хотели. Это, собственно говоря, плюсы. Минусы какие? Неделю на прошлую, вот я был в Сербии, а перед этим, ну, практически посетил в течение полугода все наши окружающие страны, ну, даже несколько раз. Абсолютно аналогичная, к сожалению, картина. Здесь Вероника присутствует, информационный работник, и не только. 99% СМИ про НАТОвские, 99%. На национальных каналах Сербии народ относится хорошо, но про Россию или ничего, или плохо. Аналогичная ситуация во всех постсоветских странах. Я в Армении у директора телеканала спрошу, а в чем вопрос? Почему вы не хотите показывать российский сюжет? Ответ простой. Американцы, европейцы дают им бесплатно сюжеты, они их крутят, а Россия, российские телеканалы, не знаю, в чьих интересах они действуют, они требуют денег, которых нет. И вот эта проблема отсутствия вообще-то информационного поля добрососедцев вокруг нас, то есть украинская тематика, которая, в общем, присутствует наиболее остро в кризисе украинском, она видна. И без изменения информационной, собственно, составляющей, безусловно, там, ре-новости страдает. Но ключевой момент Russia Today, наша консультальная ошибка, когда мы говорим, вещания вот на сербском языке нет, на русском языке нет, на украинском я предлагал в 2006 году начать вещание на украинском языке нет. Зато есть на испанском, английском и арабском. Эти регионы важны для нас. Даже сербы говорят, ну как же так, почему на русском языке нет вещения, а на английском, на территории Сербии, кто смотрит Russia Today. Это вопрос геополитически ключевой и без информационного сопровождения нашей политики и вот тех решений, которые в военной доктрине, с моей точки зрения, абсолютно правильно приняты. Мне кажется, нам сложно действовать. Но за что воюем, вот это один из, конечно, ключевых моментов. Проблема национальной идеологии, она, собственно, является ключевой. Я в 2012 году предложил эту формулу. Причем третье Д было в начале демократии. Я выступал перед студентами Нижегородского университета. Я говорю, понравилось им, там девочка одна встает, четвертый курс и говорит, вы знаете, вы не могли бы третье Д заменить демократию? Я говорю, уже как-то все это не очень хорошо звучит. Я говорю, хорошо, я подумаю. Я придумал вот достоинства. Но для евразийского пространства, когда мы мыслим концептуально, вот подход-то должен быть, ключевой принцип, диалог цивилизации. Если они работают на принципе, как уже говорил предыдущий выступающий Игнат Семенович, конфликт цивилизации. Здесь диалог цивилизации. И, конечно, необходимость, вот здесь, мне кажется, обратили внимание на центральный банк, обратили внимание на финансовые транзакции. Но проблема идеологического, собственно говоря, она является ключевой. Тринадцатая статья, собственно говоря, нам навязана нашими оппонентами. Здесь говорил о депозитарии, Александр Александрович. Я могу сообщить, что я, когда трудился в другой структуре, мы в девяносто четвертом году предлагали создать депозитарии. И заблокировали те же люди, собственно, всем нам известные, которые сегодня возглавляют нано-чернила и так далее. И проблема, конечно, остается критичной в области идеологии. К сожалению, вот здесь Татьяна Васильевна сказала, православие. Вот сербы мне говорили, что ни в Сербии, ни в России, к сожалению, русская православная церковь и сербская православная церковь, к сожалению, не стали, так сказать, фундаментом какого-то нового идеологического курса. Поэтому вот формула моя, она простая, вроде бы, нацелена на молодежное сознание. Сейчас формат 3D как бы оптимален, но вложить в него все-таки вот другое содержание, духовность, державность и достоинство. Ну, можно какие-то другие, может быть, 3D там предложить. Я готов, так сказать, к какой-то и коррекции. Но то, за что воевать, ключевой вопрос, Юрий Николаевич, мне кажется, основным. И последнее, касается развала Советского Союза. К сожалению, выводов из развала СССР в должной мере все-таки не сделано. Как не сделано, в общем-то, здесь уже говорилось о первой исторической катастрофе все-таки из февраля 2017 года. Масоны, либералы, генералы-предатели совершили государственный переворот, развалили Российскую империю. Во многом ситуация повторилась только без генералов. Генерал Язов был не предателем, и, собственно, как раз армия смогла предотвратить гражданскую войну и так далее. Но позитив в чем, я обращаю внимание, вот в Сербии в октябре 2014 года напротив парламента, несмотря на все сложности, поставили памятник Николаю II. Напротив президентского дворца, благодаря Нарочницкой и ряду других людей, мне кажется, что сегодня какой-то критический момент, мы как раз сейчас, не знаю, что ответит наш президентам, миллионам пользователей. Но замечательная статья Третьякова, если кто-то не читал, там, вот буквально Виталия вышла несколько дней назад, о том, что вообще нам День Победы бы встретить так, как встречали Парад Победы в 1945 году. Идеологически отбросить вот эти вот шоры на трибуне Мавзолея с портретом, так сказать, всех, кто был в тот период времени. И мне кажется, нужна дискуссия широка с привлечением там и православие, безусловно, православие, как было, остается фундаментом нашей государственности, безусловно. Но все-таки идеологическое. И может быть, вот если будет новый вариант военной доктрины, там, не знаю, 2016 или 2018 годов, может быть, я обращаю внимание, в доктрине американской был такой тезис, защита образа, американской образа жизни, есть один из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности США. Потому что идеологическое пространство российское, здесь уже говорилось о голландской кампании, я вам приведу маленький пример, с которым каждый из вас, возможно, в воскресенье может увидеться. Я проснулся однажды утром, включая в 8 утра, идет программа по армии. Но в 8 утра, а почему она идет не в 20.00, не в прайм-тайм? Практически все патриотические программы на национальных, государственных каналах идут в то время, когда абсолютное большинство населения их не может смотреть. В то время, как накануне 70-летия Победы нет ни фильмов освобождения. В общем-то, практически весь информационный поток направлен на дискредитацию Победы на российских телеканалах, к сожалению. Но фильмы абсолютно все идут криминальные. Практически сериалы на национальных телеканалах или о предательстве российского офицера перед 70-летием Победы. Собственно говоря, эта информационная политика, наверное, должна быть пересмотрена не только за пределами наших соседей, но и внутри государства. А это определяется, опять же, вот этими тремя, с моей точки зрения, базовыми принципами. Духовность, державность и достоинство. Ну, спасибо, Юрий Николаевич, за поддержку, во-первых, личную, но и за возможность выступить. Субтитры создавал DimaTorzok